Ой, ладно, воды попью. Обязательно пейте много воды. Вода это самый вкусный напиток вообще. Привет, ребята, это Наташа. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы продолжаем с вами тему больших перемен, а точнее правильных привычек, которые необходимо формировать для того, чтобы наше тело стало лучше, мы стали себя чувствовать здоровее, стали бодрее и энергичнее. Неделю назад мы с вами уже говорили на эту тему, и тогда речь шла о овощах и фруктах, о том, что их нужно есть как можно больше и ежедневно. И при этом необходимости исключить из своего рациона и своего питания всякую мусорную еду, вроде печенья, конфеты и всяких обработанных продуктов, вроде сахара. Сегодня мы продолжаем эту тему, и следующая наша привычка это завтраки. Да, завтракать нужно обязательно, и тысячу раз вы об этом слышали, но при этом никто, ну ладно, никто, но большинство людей все равно продолжают ходить голодными с самого утра, хотя думают при этом, что они сыты. Часто бывает, я спрашиваю своих друзей, завтракают ли они, оказывается, что нет. И когда я спрашиваю, почему, многие говорят, ну я не хочу еще как-то, мне что-то не голодно. Вместо этого они выпивают кофе с шоколадом, с конфетами, с печеньем, но они не завтракают в нормальном понимании этого слова, то есть нормальный, полноценный прием пищи. Завтрак должен быть самым главным приемом пищи, он и есть самый главный прием пищи, потому что те калории, которые вы получаете во время завтрака, во-первых, восполняют недостаток калорий, которые вы не получили ночью. Пока вы 8 часов спали, ваш организм изгол... да, извините, ваш организм изгол... что такое? Пока вы 8 часов спали, ваш организм изголодался, и ему нужно дать полезные питательные вещества. Сами подумайте, если вы кинете в себя просто чашку кофе и кинете какую-нибудь конфету, в которой всякие канцерогенные, всякие гидрогенизированные жиры, и маргарины непонятные из чего, и куча сахара, что он построит из этого? Ну вот реально, что? Если вам дать битый какой-нибудь кирпич, вам тоже будет сложно построить нормальный, хороший, устойчивый дом, и поэтому не надо пихать в себя всякую грязь. Не обязательно завтрак должен быть самым калорийным приемом пищи, можно съесть больше калорий на обед, допустим, потому что в это время максимально-максимально работает огонь пищеварения, но, тем не менее, завтрак нужно обязательно есть. Это запустит ваш метаболизм, не только даст энергию, это запустит метаболизм, то есть на уровне вот этих всяких процессов в организме это поможет вам чувствовать себя лучше. И при этом через 4-5-6 часов после пробуждения у вас не будет дикого ощущения невыносимого голода. При этом никогда не хочется в этих случаях съесть какие-нибудь тушеные овощи, или поесть, например, чечевицы или еще каких-нибудь полезностей, или гречки съесть в тарелку. Нет. Вам, скорее всего, хочется есть булки, пирожки, конфеты, шоколад и тому подобную еду. Все почему? Потому что утром вы не дали своему организму нужное количество энергии, и он просит ее. На самом деле он хочет нормальных, хороших калорий, но мы все равно продолжаем есть всякие булки. Кроме того, если вы не завтракаете, к вечеру у вас вообще невыносимое чувство голода. Еще за весь день набегаетесь, возможно, даже не перекусили ни разу по-хорошему. Поэтому на ужин вы съедаете очень много еды. Естественно, утром, когда вы встанете, вы не захотите завтракать. Просто для того, чтобы это все исправить, начните завтракать. Один день вы себя заставите, но заметите, что вечером вы съедите уже немного меньше. Второй, третий день. Так пройдет неделя, и в итоге через неделю вы поймете, что утром у вас есть аппетит, а на ужин вы при этом не объедаетесь. И все встанет на свои места. Я уже вам сказала, что мусор на завтрак есть не надо. Но при этом стоит вопрос, а что тогда нужно положить в свою тарелку, чтобы чувствовать себя хорошо? Есть две версии, если вы едите на завтрак животную пищу, или вообще ее едите, и не едите. Вне зависимости от того, вегетарианец вы или нет, вам всегда есть чем полакомиться с утра. Причем это будет вкусно. Можно съесть тофу с овощами, кашу с орехами и семечками, можно съесть фруктовый смузи, или панкейки, которые сделаны из муки овсяной или гречневой, а не из муки высшего сорта. Их можно делать даже без яиц, можно делать с фруктами. Если вы едите животные продукты, это может быть яичница с цельнозерновым хлебом. В общем, выбор продуктов велик, и вы можете их по-всякому между собой сочетать. Обратите просто свое внимание на сложные углеводы в первую очередь. Обязательно добавьте простых углеводов. Какой-нибудь мед, сухофрукты. Фрукты, конечно, лучше не есть вместе с всякими кашами и злаками. Теоретически они плохо усваиваются, но я это делаю, во всяком случае, на завтра. Обязательно добавьте чего-нибудь белкового. Это могут быть яйца, курица, рыба. Или если вам не подходят такие несладкие продукты, хотя яйца можно делать сладко и очень вкусно. Если вам эти продукты не подходят, и пусть это будет тофу, пусть это будет коктейль белковый, и он же протеиновый для кого-то, арахисовое масло, орехи и семечки тоже хороший источник белков. Поэтому добавляйте их, и вместе с тем вы получите еще и полезные жиры, которые нужны нашему мозгу, ну и в принципе коже, волосам, всему-всему, всему нашему организму. И, конечно же, обращайте внимание на что? На то, чтобы много сахара в вашем питании не было. Не надо кушать очень-очень много сахара на завтрак. Пусть это будет примерно... Ну, если вы все-таки не можете от него отказаться, пусть это будет максимум 10 граммов. Так что вторая привычка – это завтракайте. Надеюсь, с первой вы уже справились, вы стали кушать фрукты и овощи каждый день, теперь нужно начать завтракать регулярно. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о том, как вы меняете свою жизнь, комментируйте видео, и до встречи на моем канале снова. Пока!